Приветствую вас. На момент записи данного ответа у вас было три комментария, значит, по вашему вопросу, вот. И, в принципе, с каждым комментарием я, пожалуй, соглашусь, в принципе. То есть в каждом комментарии, на мой взгляд, есть такая изрядная доля истины. Изрядная доля истины есть в каждом ответе, но, на мой взгляд, на мой взгляд, вот эти ответы, да, которые вам дали, они, безусловно, хорошие, они, безусловно, качественные и профессиональные, но они не предусматривают одну ужин важную деталь, которая, может быть, вам будет раскрыта, пока я записываю ответ, может быть, кто-то уже напишет вам это, но, поскольку не написали пока, то, соответственно, я об этом говорю. Включной момент в отце, в отце ребенка. Знаете, именно отцовская фигура вашего сына содержит в себе ресурс для формирования правильного поведения у ребенка. Ну, в критических ситуациях, конечно, я, вот. То есть, именно отец помогает ребенку вести себя в соответствующих сложных ситуациях. А вот у вас происходит такая история, что отца-то вроде как и нет. То есть, он вроде как не участвует в том, что происходит с ребенком. По крайней мере, так мне показалось. Потому что вы ничего не сказали ни о нем, вы ничего не сказали, например, вот, допустим, о том, как у ребенка общение происходит с папой, происходит ли оно вообще у него и так далее. Но в любом случае, в любом случае, то, что вам нужно понять, да, это то, что не вы учите ребенка не обращать внимания на какие-то братнилки. Не вы, вы не можете этому научить, вы, мама, вы, женщина. Этому учит отец. Отец своим примером, своим отношением, своей позицией ей показывает, как нужно правильно действовать в подобных ситуациях, понимаете? Это делает именно отец. А отца у вас, как я понял, ну, либо нет, либо он, ну, достаточно отстраненно себя ведет. Я, конечно, не знаю, вот, но мне показалось так. Итак, и тогда, если ситуация складывается таким образом, что отец отдален, отстранен, то в первую очередь нужно озаботиться тем, чтобы у ребенка появилась эта мужская фигура. Не совсем необязательно, чтобы это был именно папа, это может быть кто угодно, это может быть просто мужская фигура, какая-нибудь мужская фигура, понимаете? Я бы даже сказал, что может быть любая мужская фигура, ну, одна из мужских фигур, вот, которая есть у вашего ребенка, вот, понимаете? Это первый момент. То есть без этого, без этого, без мужской фигуры, Ну, по факту, по факту, на мой взгляд, нет никакого смысла, да, значит, что-либо делать. Пусть какая фигура нужна, вот, хоть какая-нибудь, но она нужна. Это такой момент. Дальше. Момент следующий. Ребенок, значит, реагирует на дразнилки. Совершенно очевидно, на мой взгляд, что дразнилка, суд, неуверенность в себе. То есть ребенок неуверен в себе. Вопрос заключается в том, по какой причине ребенок в себе не уверен. В чем он в себе не уверен? Ведь если, например, если у него нет с тяжелой проблем, а его называют двоечником, и его это задевает, что-то его называют двоечником, значит, наверное, все-таки в чем-то он в себе сомневается. И вот нужно понять, в чем именно ребенок в себе сомневается. В чем именно и почему ребенок в себе сомневается. Как правило, как правило, человек, ну вот, маленький человек, да, человек действует таким образом, тогда и только тогда, когда ему не хватает внимания, он не чувствует себя значимым, вот, и он, ну, соответственно, не чувствует себя значимым, ребенок вынуден совершать какие-то действия, вот, как правило, это бы значимость его повышала. Если ребенок не чувствует свою значимость, то есть, ему нужно вот как-то агрессивно доказать, что он значим, что он ценен, что он есть, спасайте, да? если у ребенка есть такая необходимость и такая нужда, вероятно, делать все именно в том, что вы не позволяете ему самостоятельно брать на себя ответственность за свою жизнь, за свои ошибки и так далее, понимаете? То есть, ребенок знает, что у него, например, например, есть мама, которая будет его защищать, которая будет его как-то, значит, ну, которая будет ему помогать и так далее. Новичкова это уже социальный институт, в котором ребенку нужно ориентироваться, адаптироваться самому. Вот. Снимаете какая история? А вы с тем, что вот как-то ему пытаетесь помочь в этом, вы его обесцениваете, к сожалению. Я не знаю, насколько вы согласитесь с этим, я понимаю, что это неприятно опознавать, я понимаю, отдаю себя счет в том, что вы можете быть не согласны с этим высказыванием, но тем не менее. Не будет лучше ребенку, если вы будете ему помогать разбираться со своими проблемами в школе. Хочет драться? Дерется? Будет дерется. Просто нужно не говорить ему, что это неправильно. Понимаете? Говорить, что это неправильно, означает запрещать ребенку подавлять его собственное желание себя защитить. Тут вам правильно сказали мои коллеги в том, что не справляться нужны и не учить ребенка нужны тому, чтобы не реагировать, а правильно реагировать, правильно отреагировать себя. Но агрессия, которую ребенок проявляет в школе, вы говорите, что он не дает заниматься, начинает работать и так далее, все это недостаток внимания. Все это недостаток ответственности. Я так полагаю, все-таки, что вы через сюр, значит, как-то вот за ним, ну, может быть, ухаживаете, вы через сюр много для него делаете, вы через сюр много о нем заботитесь и так далее. Что в купе, если у него нет отца, да, или отец там, например, такой достаточно мягкий, отдаленный, вот, в купе с этим, вот, и в итоге образует вашего ребенка, к сожалению. Ну, и здесь на самом деле нужно только приучать ребенка к ответственности, значит, привлекать отца, да, вот, и ребенку, ребенку, как бы, не запрещать и не приучать, не реагировать на, значит, ну, на дразнивки, а говорить, что, ну, вы, я, конечно, понимаю, я понимаю, конечно, ну, почему ты это делаешь, я понимаю, почему ты так поступаешь, вот, мне как бы, мне как бы обидно, мне как бы обидно, что мой сын дерется, вот, мне как бы обидно, и все, и все, то есть, учить, учить ребенка последствиям, последствиям того, что он делает, это не наказывание, да, это не какие-то, значит, санкции, да, не какие-то карательные меры, нет, это именно, именно, так, так скажем, ваша реакция, ваша, можно сказать, такая, такая, духовная, эмоциональная реакция, ну, отчасти, это то, что вам сказал мой коллега, да, Ельченко, Сергей, вот, это вот на самом деле об этом, это об этом. Что еще можно вам сказать по данному вопросу? По данному вопросу нужно сказать еще, можно сказать еще и то, что вы говорите, что у вас неконфликтная обстановка, неконфликтная и дружелюбная обстановка в семье, я вам верю. Но, опять же, как правильно сказал мой коллега, что эту неконфликтную обстановку в семье, дружелюбную, нужно рассматривать, потому что в неконфликтной дружелюбной обстановке ребенок никогда не стал бы проявлять агрессию. А раз ребенок ее проявляет, значит, это агрессия и внутри вас. Подавленные желания, подавленные эмоции, может быть стремление к свободе. Понимаете, какая ссорь? И если это так, то тогда получается, что ребенок с вами не чувствует себя собой, не чувствует себя значимым, не чувствует себя сильным. Ваш последний вопрос, который вы задаете, не может быть такого впечатлевы, что в классе все хорошие, а он плохой? Может. Такое может быть. Потому что всегда нужен в классе всегда нужен кто-то, на кого можно было бы сливать негатив. Потому что это дети, и потому что дети высокие, потому что они так проверяют свои границы, границы дозволенного. Это во-первых, и во-вторых, они так взаимодействуют. Это один момент. Второй момент. На самом деле, вот на самом деле, если говорить по факту, что не он плохой ваш ребенок, скорее он так ставит себя, он скорее так подставил себя, он так подставил себя, что к нему относятся, к нему обращаются, с ним обращаются, как значит, вот ну с плохим на самом деле. Знаете, почему я так поставил себя? Это называется виктимология, то есть виктимное поведение. Виктимное поведение это поведение жертвы, то есть у вашего ребенка поведение жертвы, того, кого людям хочется дразнить. У вашего ребенка поведение того, кто вроде бы может себя защитить, но в то же время не может себя подставить. Виктимное поведение вследствие определенного кризиса в жизни человека. Это означает, что у вашего ребенка есть какой-то кризис. И этот кризис, конечно же, не мог прийти к нему из ниоткуда. Из ниоткуда. У этого кризиса есть свои причины. Эти причины кроются в вашей семье. Значит, давайте мы постараемся теперь разобрать ваш текст, чтобы подробнее показать вам, где и что вам нужно поменять. Значит, сын пошел в первый класс. Учебы проблем нет, проблемы с одноклассниками и учителем. Вы понимаете, какая история? Да? Вот ни у кого проблем нет, да, у вас у вас сын есть. Вот все хорошие, как вы говорите, а он один плохой. Так в чем причина? В классе? Серьезно? Так, он остро реагирует на гавки либо дразнилки и на смешки. Хорошо. Ваш сын остро реагирует на дразнилки. Значит, ему обидно. Если ему обидно, нужно понять, что именно ему обидно. Что конкретно обидно вашему сыну? Что конкретно выдевает вашего сына? Понимаете? Вот это важно. что конкретно задевает вашего сына? И почему? С этим можно работать. Так, значит, сразу с кулаками бросается на обидчик, когда они не думают девочки это или мальчики. Ну, то есть, в агрессии. В агрессии, я вот сказал, есть две причины, две стороны. Первая сторона, это чувство значимости. То есть, если я не чувствую себя значимым, любой намек на то, что я не значим, вызывает у меня безудерное ощущение или безудерное, неконтролируемое желание показать, что я значим. Соответственно, удары. Да? Вот. Заметьте, что у вашего сына нет уважения к девочкам. То есть, у вашего сына нет уважения к женщинам. Ваш сын не уважает женщин. Отмажив в вашей семье не показано ему, как нужно обращаться с женщинами. Почему не показано? Некому. Некому показать. Отец не показывает, как обращаться женщинами ноль. Вы для своего ребенка вероятно тоже только мать. Вы не женщина для него. Вы не являетесь для него женщиной, он не воспринимает вас как женщину. Не может. Потому что вы для него не женщина. Хорошо ли это? Нет. нет. Вот это, понимаете, уже знак. Ладно, мальчики? Ладно, мальчики. Мальчики в принципе нормально. Нормально. Мальчики это мальчики. я думаю вы согласны. Но девочек именно понимаете, агрессия без разбора, агрессия без привязки к гендеру и создают особое так называемое антисоциальное поведение у вашего сына. Если бы это было просто к девочкам, это можно было понять. Но это не просто к девочкам, это и все. То есть не просто к мальчикам, это и к девочкам тоже. А значит к людям. Вообще. Понимаете, какая соня? то есть вначале обратите внимание вот на это. Почему ваш ребенок не уважает женщин? Не уважает девочек? Не разделяет точнее людей на мальчиков и девочек. То есть у него нет этого разделения что вот мальчики и девочки. это отсутствие мужской модели поведения. Регулятор беседует с ним объясняет, что учить не обращать внимания на дразнилки. Ну понимаете как? То есть вы с точки зрения психологии да предлагаете ребенку не обращать внимания на то, что его драгит. То есть по сути означает бредно-молча проглатывать то, что о нем говорят. То, что ему говорят. Здесь я, пожалуй, соглашусь со своими коллегами, которые говорят потом, что ну это не совсем правильно, что нужно учить ребенка именно выращать свои чувства. Вот. Я полагаю, это так. Это действительно. То есть вы его учите тому, чтобы просто-напросто мирить. О, тебя ударят? Да, ты поставишь черный щук. Нет. Это неправильно. Это неправильно. но этому должен учить отец. Отец должен вести такие разговоры. Ни вы, ни мать, ни женщин. В нашем советском, постсоветском мире, в нашей постсоветской стране не женщина ведет такие разговоры. Женщина учит пассивности. Чувственности, но не защиты. не филе. Дома даже играли, я его дронил, он учился не реагировать. Ну, знаете, вы, это вы. И он не знает, что вы играете. Это совсем не то. Он сам хочет, чтобы получилось. Зачем? Зачем? Знаете, вот хочет, чтобы получилось, это плохо. Раз хочет, чтобы получилось, значит уже есть элемент, уже есть элемент отсутствия защиты себя. То есть ребенок уже имеет сложности, на мой взгляд, все защиты себя. Он, вероятно, чувствует вину за то, что действует вот таким образом. ребенок что вот дерет и там а вину чувствовать не за что. Ребенок не умеет по-другому защищать себя. Не научили. И вы его не учите себя защищать. Знаете, какая история? А то, что он пытается сам хочет, чтобы получилось, но это возможно потому-то он боится. Боится себя, боится своих чувств. Для того, что боится своих чувств, он их подавляет, они у него сильнее взрываются просто. Говорить все понял, больше не будет, и потом снова срывается. Но вот срыв это и есть. Срыв это и есть. Срыв в психологии в психологии срыв это и есть как раз выражение, причем такое как бы это сказать вулканообразное вулканообразное выражение как знаете, как вот извергается слава и движение вулкана в виде взрыва. Так вот и здесь такое вулканообразное выражение эмоций, выражение чушь. Почему? Потому что у ребенка не завершены какие-то эмоции связанные с семьей и с вами. Возможно ребенок почему-то как-то не удовлетворяет, возможно что-то, что-то ну пошло не так как он хотел как ему хотел ребенка я имею ввиду. Вот. Потому что если он срывается снова значит ну понятно. ну и конечно эта фраза больше не буду вы серьезно верите в эту фразу больше не буду не знаю вы ну ребята в детстве помните вы когда говорили что больше не будете вы как вы действительно собирались больше не быть или вы понимали что а маме сказали а там она сделала что-то или вы были послушной девочкой если вы были послушной девочкой то вот вам ваш сын и ведет себя так что может воспитать его послушная девочка во всем случится всем стараться угодить не конфликтовать и так далее но стиль это не девочка у него мужские гармоны у него это фестерон и это не позволяет ему вести себя так же как вы например как вы себя или вели или хотели вести себя так же поэтому вот то что он сказал что не будет но это конечно больше не будет это конечно классика просто классика так ко мне подговорят родители иногда дети жалуются вот понимаете да это повально дети дерутся пусть сами разбираются пусть сами решают свои проблемы вы можете показывать свое неодопление вы можете ребенку продемонстрировать свое поведение в конфликтах это не то же скамое что без конфликтных и неконфликтных вы можете продемонстрировать ребенку сами как вы ведете себя в конфликтной ситуации вы можете сами это это да Это можно. Вот так. Я пытаюсь разобраться, в результате выходит, что поведение моего сына не совсем адекватное. А как именно вы пытаетесь разобраться? Понимаете ли вы, что у всех свой взгляд на это? То есть, значит, у учителей один взгляд, им нужно, чтобы дети просто учились, выполняли программу и все, им как бы, знаете, больше особо и не надо ничего. Вот. Соответственно, дети, дети будут жаловаться тогда, когда им этого хочется, когда им удобно, когда комфортно, когда выгодно. Вот. Ну, надо с твоего ребенка слушать. Ну, надо с твоим ребенком разговаривать. Надо реагировать правильно. Понимаете? Вот. Вот вы, вот он бросает с кулаком, вы так, о, как плохо, ты, вот не должен так бы освободиться. Ребенок смеет эти чувства подавлять. Не действия, а чувства. И эти чувства подавляются, они вырываются, естественно, наружу. А это будет и реагировать легче на это. То есть, подраться, да? Ну, ладно. Ладно. А что подраться-то? Что случилось? Что, в общем? Почему? Почему? А, за дело с обратно, так ты что реально себя считаешь таким-таким двоечником? Что, двоечник? Где двоечник-то? Скажи хоть одну двоечку. Нет двоек? Что тогда? Что, все, ну, в чем клуб не просто. Расскажи, что тут, все, почему? Ну, все. С бусиками, на равнях, просто с ребенком нужно разговаривать, знаете. Не беседовать с ним. Беседовать с ним, это педагога как-то не то. Опять же, должен начать делать, понимаете, внимательно. Учительница ему пишет, что и дело жалует, что не дает работать, встает во время урока, ходит по классу, бросается на детей, они смеются. Я не знаю. Смотрите, вот эта вот история, это то, что называется, играя в глухой телефон. То есть, как бы, кто что сказал, кто что сделал, почему он уходит по классу, бросается на детей, они тут смеются. Непонятно совершенно, понимаете? Ну, обычно не смеются, когда бросаются, знаете, вот, либо сами смеются, на вас бросают что-то, вряд ли. Поэтому, мне кажется, это что-то не так. Но правда искать, на самом деле, не имеет смысла, да. Гораздо более важно именно с сыном работать нормально, чтобы он адекватно относился, скажем. И к себе, кстати говоря. Вот. Очень хорошо, очень хорошо, знаете, если вы одинокая мать, да, если он не от отца, очень хорошо могло бы помочь, вот, доверие сыну каких-то мужских обязанностей, и, ну, как бы, извещение его об этом такое мягкое. То есть, ну, надо донести до ребёнка, что, вот, то, что он делает, да, это вот прям мужчина. Это прям вот всё мужское. Ты относишься к нему, папа, так же. Такая, ну, ты мужчина. Ты настоящий мужчина. Вот это добавит уверенности ребёнку, и он не будет обращать внимание на дороги, потому что они будут для него дерзкими, дерзкими. Ну, это как вот вариант, это вот то, что мне вот пришло вот в голову только вот сейчас. Вот. Конкретно сегодня на уроке его тихо-драдный мальчик говорил двоечник, а для это не так. Светлана, ну, вы написали свои сообщения в 9.44. Я не знаю, может, вы живёте не в московском регионе, конечно, то есть не в центральном регионе. Ну, вот. Ну, несколько странно, что вы пишете в 9.44, а говорите, что сегодня его на уроке, то есть, как бы, ну, немножко не совпадает это по времени. Ну, вот. В год с вами вот урок начинается в 8, но это даже урок начинается в 8, откуда вы, знаете, или вы с сыном по мобильнику переписываетесь постоянно. Тоже интересный момент, насколько у вас близко, насколько у вас тесная связь с вашим сыном. Так, конкретно сегодня его на уроке тихо-драдный мальчик говорил двоечник. Опять не так. Сын стал хорошо и стукнул его. Но вы понимаете, как бы, вот именно этого и добивается от него мальчик. Мальчик поделает к ним на то, чтобы сын его стукнул. Тогда у мальчика будет набыть основание и считать себя жертвой. Понимаете какая история? Возможно, вашему сыну и стоит это донести до вашего сына, стоит донести этот момент, что дразнят его именно поэтому, именно для этого, для того, чтобы он сделал что-то, чтобы его можно было обвинить. Дети хотят обвинить кого-то, потому что обвинение кого-то это сближение, это сближение с другими. То есть они на фоне обвинения вашего сына сами сближаются. И детям это реально нужно. Да. Детям это реально нужно. Детям это необходимо. Они берут это дело. И каждый будет так, чтобы он понял, что, ага, вот, если я этого человека спривоцирую, я стану частью, ну, частью общества, так там, против, там, песни какого-нибудь, например. Вот, и тем самым я стану частью чего-то общего, чего-то большего. Поэтому его все обратно. И поэтому вам кажется, что в классе все плохие, все хорошие точнее. Вот. Потому что все хотят быть едины, все хотят принадлежать к чему-то большему. Знаете, какая история? Вот. Вот. И сын ваш, скорее всего, ничего не предлагает людям. То есть он никак не объединяется. Заметьте, он не заводит друзей себе. Вот. Ну и при оценке тоже, конечно, такой очень интересный момент, да. То есть, ну вот, если ваш сын учится хорошо, вот, что, ну, если он учится нормально, то как он относится к оценкам? Свои, свои, как вы относитесь к его оценкам? Знаете? Вот. Это очень такой тоже важный момент. Дальше, значит, в результате его отругали. Возможно, он и хочет, чтобы его отругали. Знаете, если у вас дружелюбная атмосфера, если у вас такая вот бесконфликтная атмосфера, то, возможно, сын подразительно и хочет того, чтобы его отругали, чтобы им дали что-то негативное, чтобы к нему проявили другие чувства. Им он верит. А вашим, честно, возможно, нет. Возможно, он считает, что вы не искренни. Ну, он чувствует, когда вы недоволен, например, а вы это недовольство не проявляете. И, соответственно, вот. И он тоже свои эмоции не проявляет. Только так вот может проявить свои эмоции. Ну, не очень еще пока. Ну, вот. Пытается защищаться, как может. Ну, тут вы его жалеете. Я не сторонник к этому. То есть, как бы, человек пришел, человек вот ударил, последствия, это нормально. То есть, может защититься, защищается. Но это его ответственность. Вас здесь вообще не нужно знать, как быть. Это задача сына. Это проблема сын сына. Понимаете? Вот. С ребенком я разговариваю. О чем? Такое ощущение, что его делать ковром отпущения. Это он делает себя ковром отпущения, и вы ему в этом помогаете. Как защитить ребенку? Никак. Ребенок сам должен себя защищать. Через мужское поведение. Я не конфликтный. Человек дома, спокойная, дружелюбная атмосфера. Как бы влияет на ребенку, чтобы он перестал слышать дразнилки. Получать его уверенность в себе. Получать его значимым в себе. Давая ему соответствующие задания, и предлагая на него ответственность. Чтобы он понял, что хоть и дразнилка, и смешки, это все очень детское. Все это не значит. Вот. Значит, должен ли принимать учитель? Учитель, наверное, в этом нет. Учитель не психолог, он негоден этого делать. У кого-то есть симпатия, у кого-то есть к этому склонность, к чувствованию детей. Те что-то делают. Все могут что-то сделать. А если у учителя нет этого, то, соответственно, не должен. Ему как бы платят не за то, что он разбирается с проблемами учеников. Знаете, ему не доплачивают за то, что он с этими проблемами разбирается. Вот из этого и ходите. Должен или не должен. Вот. Учитель принимать участие в этом, мне тоже не очень нравится, потому что Должие слования – это не самый лучший мотиватор и стимул для того, чтобы что-то получалось и чтобы что-то хорошее сделать. Вот. Это ее класс, она видит, как дети ведут себя, не может же быть один плохой, а все остальные хорошие. Ну, это, знаете, это уже скорее игра такая, как ужас с нежеланием брать ответственность за себя и за своего сына. То есть вам проще увидеть проблему в классе, чем в своем сыне. Вот. Вы себя разберите и честно себя спросите. Вы сами как считаете свою проблему? Отходя из этого, уже и с моим сыном общаться. Если считаете, что они плохие в классе, так ему говорите, они плохие, ты должен их бить, например. Если вы считаете, что дело в сыне, то, например, так ему говорите. Твоя ответственность, как бы, я тебя не буду ругать, но имей в виду, все. Будешь так поступать, не буду тебя друзей, ничего этого у тебя не будет, все. Имей в виду, что у любой позиции, у любого направления есть свои плюсы, свои минусы, свои последствия и, как бы, свой результат. Вот и все. Однако, мне кажется, знаете, что вы сыну говорите, потому что должны не то, что считается странным. И у нас вы ищите поддержки в том, что он не может быть один плохой. Да он неплохой. И другие нехорошие. Просто его поведение выделено другим. И все. А сына задевает то, что ему говорят. И вы пока не видите связи между тем, что его задевает, и тем, что происходит в вашей семье. Этот связь мы не увидим. Свое поведение и отношение к сыну нужно поменять. Причем не только вам, всей семье. И все. И тогда, поверьте, будет все по-другому. Вот. Вот. Потому что, если работать только с сыном, не работать с семьей, то семья все равно будет возвращать сына в привычную модель поведения. Поэтому некоторые психологи предлагают работать с семьей как с системой. Вот. То есть работаем с семьей, меняем семью, меняем систему и меняем сам человек, который живет в системе. Вот. Особенно это актуально для вот детей. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, если у вас, значит, соответственно, появилось желание поработать самостоятельно, выбирайте себе эксперта на нашем ресурсе. Я думаю, что помощь вам также нужна. Вот. Как и, собственно, вашему сыну. Вот. Внимаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!